Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юлия Светикова, я продюсер конференции Trendy English. В частности, мы готовим для вас потрясающее событие 31 марта. У нас будет онлайн-конференция, посвященная как раз искусственному интеллекту, а мы вам про него уже рассказываем на протяжении последних нескольких недель. Если вы хотите первыми получить возможность купить самые выгодные билеты, пожалуйста, пишите под публикацией, под сегодняшним прямым эфиром. Я хочу на AI Day, который мы организуем как раз 31 марта. Разговаривать мы сегодня будем с двумя очаровательными девушками, экспертами, которые нам будут рассказывать о том, как использовать искусственный интеллект в продвижении себя и, собственно говоря, как использовать это в продвижении, в маркетинге, в бизнесе непосредственно. Первая сегодняшняя наша героиня — это Светлана. Светлана, покажись, пожалуйста. Всем добрый день. Мы со Светланой достаточно давно знакомы, поэтому можем позволить себе разговор на «ты». И, насколько я знаю, у Светланы… Светлана не просто преподаватель английского, как могло показаться. Там есть какая-то такая бэкграунд-история, которая позволяет рассказывать именно о продвижении через AI. Что же там такое есть? Да, Юль, ты абсолютно права. Позвольте представиться. Меня зовут Светлана Меринова. Я сейчас работаю преподавателем. Я преподаватель-фрилансер. Но у меня за плечами достаточно большая маркетинговая история. Я проработала в корпоративном бизнесе более 14 лет. 10 из них я проработала в маркетинге. То есть это абсолютно не было связано с преподаванием, хотя по первому высшему и первому опыту работы я именно преподаватель английского языка. Вы видите, как интересно складывается все в нашей жизни. И то, что вы когда-то от чего-то выбежали, на самом деле становится вашей суперсилой. Пожалуйста, помните об этом. Возвращаясь как раз к маркетингу и к продвижению через AI, как вообще пришла идея и когда использовать именно этот инструмент в рамках создания контента или чего-либо еще? Вообще, скажем так, у меня не было никаких раздумий, то есть не было каких-то раздумий относительно того, использовать искусственный интеллект или не использовать его. То есть я сразу пришла к тому, что его надо использовать, потому что все, что облегчает, будь то создание контента, анализ данных, big data, да, все, что может облегчить каким-то образом работу, человеку это будет применено и будет использоваться. Поэтому, хотя были какие-то, может быть, сомнения относительно того, насколько релевантный контент, вот первые вот эти прототипы AI могут выдавать, у меня не было вообще никаких сомнений, нужно ли его использовать. Вот. Какая основная вообще, ну, вот основная трудность, да, у преподавателей, блогеров, вот как у женщин нечего надеть, да, так у блогера нечего, о чем писать, не о чем писать, все же давно сказано. И на самом деле вот в этом плане искусственный интеллект, он очень помогает сгенерировать какие-то идеи, потому что иногда мы просто зашорены и не видим потенциала, не видим каких-то тем, которые иногда даже лежат на поверхности. Ну, мы просто уже их никак не можем, как бы не можем их увидеть. И как искусственный интеллект может об этом вообще помочь? Мы и так теряемся, а он как-то, что он может сделать, как мы можем использовать этот инструмент? Ну, вообще, может, он достаточно много, и вот как раз мой кейс, он в этом плане достаточно показательный, потому что в прошлом году я провела эксперимент на нейронках, пройдя обучение по нейронкам, но у меня все-таки существует эта маркетинговая проба деформации, мне безумно интересно все, что может быть каким-то образом применено в маркетинге. То есть я продолжаю это краем глаза, краем уха слушать, краем глаза изучать. Вот, и я практически сразу запрыгнула на курс по нейросетям и достаточно плотно их изучала два месяца. Был эксперимент, то есть я решила это сразу же применить. Эксперимент был такой. В начале лета, ну, точнее, в мае прошлого года, я решила, что хочу набрать группу подростков, Speaking Club, но у меня на тот момент не было возможности много времени инвестировать в создание контента, в проработку стратегии, потому что мой аккаунт в основном все-таки заточен больше на взрослых. И я создала аккаунт с нуля, но, естественно, взять, создать этот аккаунт и просто накидать туда контента – это не рабочая стратегия. Рабочая стратегия маркетинговая – это провести сначала анализ рынка, анализ целевой аудитории, анализ потребностей целевой аудитории, и уж только потом под эти запросы целевой аудитории формировать контент. Но поскольку тут все сошлось, да, мне нужно было начинать с нуля аккаунт и, соответственно, писать какой-то контент, да, и набирать группу, я решила большую часть делегировать нейронкам. В частности, чату GPT. Сейчас их гораздо больше. Тогда превалирующий был как раз чат GPT. Но, в общем-то, он все делал. Он делал все от анализа целевой аудитории до потом создания контента на базе тех данных, которые я получила из этого анализа. То есть а как он анализировал аудиторию? То есть туда что-то можно подгрузить? Или как примерно это все выглядело? А вообще самое главное с нейронками – это правильно написать запрос. Есть определенные шаблоны, и это, конечно, не такое, а ну-ка расскажи мне про то, что будет интересно подросткам. Нет, как бы такая история абсолютно не рабочая. Нужно вообще понять, запросить социально-демографические данные, интересы для разных сегментов, потому что подростки – тоже достаточно широкая такая история, потребности, какие-то поведенческие факторы проанализировать, ценности, образ жизни. То есть мы же отталкиваемся и формируем предложения для этой группы. Для этого мы должны понимать, о чем они вообще дышат. И здесь нейронки, поскольку они обучаются и анализируют огромное количество материалов, которые нам просто не подвластны. Ну, надо просто это принять. Они мощнее, чем мы, чем наш мозг. И они могут собрать информацию, хотя бы дать общий вектор, общее понимание того, с кем мы имеем дело, кто наша целевая аудитория, какие ее, ну, например, три основные боли, три возможности, три драйвера к покупке, которые могут быть. И, соответственно, на базе этого формировать контент. Ну, контент в моем случае также формировала нейронная сеть. В данном случае, как бы снимая Reels, я была только человеком, который, скажем, дал свое лицо и голос. Сколько примерно часов удалось условно на этом сэкономить? То есть если бы это было сделано классическим путем использования своего мозга для создания контента и анализа целевой аудитории, еще потом съемки, а тут в итоге осталась только одна часть из этого уравнения, и сколько времени могло бы быть потрачено, и в итоге было вложено в это все. Я не подсчитывала вот прям так скрупулезно, но по моим оценкам все это, все вот было сделано, ну, вообще контент был написан за вечер. По моим оценкам я себе сэкономила пару недель, пару-тройку недель из жизни точно, вот на ту единицу, на тот объем контента, который был произведен. Плюс еще мы учитываем, что здесь анализ аудитории, это очень кропотливая задача, очень сложно найти вообще респондентов, если у тебя глубинное интервью, да, сложно, если ты проводишь кабинетные исследования, то есть сидишь просто копаешь интернет в поисках информации, это тоже достаточно такая time-consuming история, но здесь нейронки, конечно, вне конкуренции, то есть достаточно много времени я себе сэкономила, и у меня, конечно, был такой элемент азарта, потому что мне хотелось вообще посмотреть, а сработает это или нет, да, вообще получу я на этом результат-то какой-то, или ничего не получится. Ну, такой спойлер получилось. Вообще, насколько именно удовлетворенность своим результатом в этом во всем присутствует? Ты знаешь, я, ты имеешь в виду удовлетворенность внутренняя, потому что делал кто-то за тебя или что-то, да? Нет, ну вот из разряда, насколько соотносится ожидание и реальность, то есть я ожидала, что мне это поможет, что я привлеку столько-то учеников, я закрою, правда, там, не знаю, группу наберу, и насколько это в итоге соотнеслось в реальность. Потому что очень часто бывает, что люди нанимают дополнительных, ну, то есть как, тоже на фрилансе находят каких-нибудь рилсмейкеров, директологов и прочие вот эти страшные слова, и в итоге получается, что выложенные средства и ожидания, которые были, они не соответствуют конечному результату. А здесь, ну, тоже, по сути, найм, только такой а-ля бесплатный нейронных сетей, и насколько оно сошлось в итоге с теми ожиданиями, которые были изначально? Ну, в моем случае это было такая, вообще стопроцентное было попадание, потому что группу я набрала, она была небольшая, но в целом меня это устроило. Конечно, здесь работали не только нейронки, был еще серафан, да, то есть приходили люди, но были люди, которые приходили в аккаунт, они смотрели, не читали, рекомендации приходили, не читали контент и слушали, смотрели видео, и их все устраивало, и они говорили, окей, давайте, мы хотим заниматься. Вот, то есть это абсолютно рабочая история. У меня нет каких-то, скажем так, сомнений или неудовлетворенности от того, что это делала, например, не я, это было делегировано нейронком. Да, ну, в любом случае, если у нас нет времени, да, то мы платим чем-то, то есть мы платим деньгами, да, делегируем это людям, как ты сказал, мы нанимаем специалистов. Вот здесь я бы сказала про вот этот известный треугольник ограничения возможностей, который известен очень хорошо в бизнесе, невозможно сделать что-то быстро, качественно и дешево, да. Ну, мне кажется, нейронки вообще на 100% эту дилемму решают. Это такое сравнение по Анкаре, да. Они решили там теорему как-то, да. То есть это вообще полностью решает вообще эту историю, потому что действительно они позволяют многократно усилить человека, потому что ты все равно мониторишь, да, что он делает, ты все равно проводишь, ну, какой-то такой final tuning, да. Ты пишешь этот запрос, ты потом вычитываешь, как бы корректируешь этот текст. И все равно, когда ты пишешь те же самые видео, да, ты каким-то образом это трансформируешь, но общий вектор у тебя уже есть. И personal touch уже на последнем этапе вот этот вот такой человеческая нотка, да, добавляется. Все, я, значит, если мы так кратко все суммируем, то получается, что для вас нейронные сети, для всех, кто нас слушает и кто будет потом смотреть в записи, это прекрасный способ решить вопрос быстро, качественно и недорого, да, то есть нужно решить какую-то задачу с их помощью. Но при этом очень важно формулировать запрос, потому что без ТЗ, результат ТЗ, как известно. Да, именно так. И при этом вы сэкономите, на самом деле, массу времени, сил и нервов, потому что даже когда вы ищете людей, которые вам будут это делать, да, специалистов, помимо того, что вы тратите на это деньги, вы еще существенное количество времени уходите на согласование, на поиск, а тут вроде как бы все под рукой. Оно работает круглосуточно, и даже вашего внимания в этом плане большого не требует. Да, плюс еще он адаптируется все-таки, да, то есть если ты постоянно работаешь с этой системой, она постепенно по тебе адаптируется к твоему стилю, к твоему, как бы, к тому, что тебе надо вообще, да, с какой стороны ты это хочешь подавать. Да, в общем, Светлана, спасибо большое. С нами был преподаватель, фрилансер, но при этом с большим бэкграундом в маркетинге. Спасибо большое, что присоединилась к нам. Если вы хотите узнать больше про AI и как с ним работать, то же пишите, что вы хотите на AI Day, мы вам ссылку персонально вышлем, когда доделаем сайт и откроем продажи. Это будет очень-очень скоро, и там будут самые выгодные цены, поэтому оставляйте комментарии. Светлана, еще раз большое спасибо. Спасибо. И мы переходим к следующему спикеру. К нам в гости пришла Татьяна. Татьяна Васильева у нас является предпринимателем, собственником сети IT-школ. То есть вы уже понимаете, что человек связан с не просто образованием, да еще и в сфере информационных технологий. И даже Татьяна для нас приготовила презентацию, насколько я знаю. Верно все? Да, коллеги, всем добрый день. Спасибо за приглашение в такое мероприятие. Я всегда рада участвовать, давать пользу, делиться информацией, потому что сама за то, чтобы внедрять новые инструменты, систематизировать бизнес, и вообще в целом использовать все возможности, все инструменты, которые помогают нам управлять бизнесом системно, выстраивать правильно бизнес-процессы, для того, чтобы находить больше времени для себя, для своей семьи, для своих детей. И, конечно же, это одна из важных составляющих каждого предпринимателя и педагога в том числе, который занимается бизнесом и предпринимательством. Да, я подготовила презентацию, потому что я считаю, что лучше один раз увидеть, чем много раз услышать, потому что многие воспринимают визуально, поэтому хотелось бы поделиться именно через составленный визуал. Часть презентации была подготовлена при помощи нейросети, поэтому сегодня будем говорить про важные инструменты, которые я, как предприниматель, как бизнес-наставник, использую в своих бизнес-процессах, в управлении своей сетью школ. И это те инструменты, которые помогут вам, как педагогам, привлекать клиентов и понять, какие же есть стратегии и системы для того, чтобы работать системно и, собственно, клиенты шли к вам постоянно. Переходим к презентации. Давайте как раз посмотрим. Да, да. Я вам буду еще задавать вопросы, потому что очень интересно, когда предлагают системные предложения для бизнеса, что можно с помощью нейросетей взять и решить кучу проблем. Давайте. Скажите, пожалуйста, презентация моя сейчас видна на экране, да? Да, да, видно все, вы делитесь экраном. Ты видна, да? Я, к сожалению, сейчас себя не вижу, я вижу только презентацию для того, чтобы ее листать. Все окей? Я видна или я не нужна в этом процессе? Вы видны, вы слышны, все замечательно. Все окей, да? Просто я себя сейчас не вижу, поэтому перейдем к контенту. Ну что, коллеги, давайте поговорим о том, как же нейросети могут нам помочь в маркетинговой стратегии, в продажах и вообще в целом для повышения системы продаж всех наших бизнес-процессов. Еще раз немножко о себе, почему я сегодня рассказываю об этой теме. Я предприниматель, эксперт в области стратегического развития бизнеса. У меня есть франчайзинговое направление, то есть франшиза нашей собственной сети школ, IT-школ. Я работаю как бизнес-наставник, помогаю руководителям детских центров, учебных центров и не только, различным предпринимателям развивать свой бизнес, выстраивать системный бизнес, автоматизировать его, нанимать персонал и встраивать в бизнес-процессы как раз-таки новые технологии. И одна из них сейчас это искусственный интеллект, это нейросети. Также являюсь мамой двоих детей, сыну 7 лет, дочке 13 лет. Если говорить в целом про масштабы моей компании, это более 30 миллионов оборотов в год, более 10 тысяч заявок мы ежегодно обрабатываем, если говорить про системный маркетинг. Более 20 тысяч учеников мы уже обучили за период работы. Нашей школой это более 10 лет я занимаюсь и управляю бизнесом в сфере IT-технологий. Штат более 50 сотрудников, большое количество разработанных образовательных программ как для обучения детей, так и для управления, для руководителей по управлению бизнесом. Ну и в целом большой опыт в управлении бизнесом. Неужели нейросети вам помогли додостичь такого результата? На самом деле нейросети. Хороший классный вопрос, спасибо. Нейросети пришли значительно недавно, порядка двух лет, как мы используем нейросети. Это все в комплексе. На самом деле это комплексная работа нейросети один из инструментов, который помогает на сегодняшний день расти и делать бизнес более системным, более управляемым с учетом экономии времени, средств, а самое главное экономии средств на ряде сотрудников, которых необходимо было ранее использовать. Если мы сейчас посмотрим со стороны маркетинга и продаж, то это привлечение маркетологов, привлечение для контента написания, СММ-менеджеров, ассистентов, да, но ассистентов давайте оставим, они нам нужны всегда, это наши помощники, это наша правая рука, но наши ассистенты сейчас могут при помощи нейросети выполнять наши задачи, поставленные в более короткий срок, более быстро выдавать нам нужные какие-то инструменты за счет экономии времени использования вот этого инструмента, потому что если вы разберетесь с тем, как работать с нейросетью и передадите это, делегируете вашему помощнику, он намного быстрее и качественнее будет выполнять ваши поставленные задачи. Но я считаю, что вы должны тоже уметь этим инструментом управлять и пользоваться, и мы об этом сегодня поговорим, и, конечно же, в дальнейшем обязательно используйте экспертов, которые разбираются в этом, учитесь, развивайтесь, вкладывайте в себя, потому что это самая главная часть нашей предпринимательской жизни развития и обучения для того, чтобы быть всегда на шаг впереди. Итак, давайте вернемся к нейросетям. Нейросети открывают для нас огромные и большие возможности, и одна из них – это линейное использование для создания контента и материалов и различных иллюстраций. На самом деле здесь огромное количество возможностей, но давайте сегодня рассмотрим ее с точки зрения маркетинга и стратегии. В чем может быть нам полезна нейросеть? И тут важно понимать, что есть две ключевые задачи, которые мы можем решить при помощи нейросети. Вот к вопросу о том, за счет чего мы достигли результатов, да, конечно же, это большой опыт управления бизнесом, но два ключевых инструмента, которые мы можем сейчас, в которых мы можем внедрить нейросеть, это стратегический маркетинг и тактический маркетинг. Вот это две ключевые задачи, которыми нужно уметь управлять и работать с ними. Стратегический маркетинг. Сюда мы отнесем как раз-таки первый этап разработки стратегии для таких аспектов, как бренд компании, реклама компании, контент, личный бренд, когда мы продвигаем себя как эксперта, и, конечно же, этап продаж. Если мы говорим про этап стратегии для вот этих блоков, да, это разработка медийного плана, анализ положения бренда, постановка целей, сбор данных по прошлым компаниям, выбор каналов продвижения для системного маркетинга, разработка KPI для наших сотрудников и распределение бюджетов на запуск. И здесь важно как раз-таки заметить одну важную вставляющую, к примеру, если мы сейчас разберем каждый из блоков, вот бренд компании. В чем может нам быть полезна нейросеть? Создаст готовый брендбук. Вот представьте себе, стоимость брендбука на сегодняшний день, мы когда пару лет назад, допустим, разрабатывали для нашей франчайзинговой сети брендбук, обновляли его, мы заплатили порядка 50 тысяч рублей. Вы сейчас можете это сделать, используя платную версию GPT-чата. Друзья, важно понимать, что не все нейронки дадут вам качественный контент. Если мы хотим хороший, правильный, качественный контент, то здесь необходимо будет купить платную версию. Я прям рекомендую этот именно платную версию, потому что есть чат GPT-3,5, это один вариант, есть чат GPT-4,0. 3,5 от 4,0 кардинально отличается. Конечно же, если у вас нету глобальных задач усиленно работать над своим брендом, создание методика, использовать его иногда, подойдет на первом этапе 3,5. Но если мы говорим про качественный, хороший контент, то это платная версия, которая стоит в месяц порядка 3,000 рублей. Но согласитесь, 3,000 рублей, если поставить на весы по сравнению с расходами, которые вы будете нести на создание своего брендбука, фирменного стиля, разработки логотипов, ну, порядка 100,000 вы отдадите за вот эти вот три ключевые задачи подрядчику, которые я сейчас озвучила. Поэтому уже однозначно сейчас GPT нам отбивает наши расходы уже на этом этапе. Уникальное торговое предложение. Здесь вообще просто, я говорю, песня, по-другому это не назвать. При правильном запросе нейросети, когда вы умеете писать промпты, если перевести на русский, промпт – это техническое задание, в котором нейросеть должна научиться понимать ваш запрос. на основании промпта она под вас готовит конкретную стратегию, конкретный брендбук, ваше уникальное торговое предложение, но для этого вы должны ее научить правильно понимать ваш запрос. И для того, чтобы это сделать, на старте, на этапе, когда мы начинаем работать с нейросетью, создается некая нейрокопия, которая позволяет нейронке понимать, с кем она имеет дело. И самое главное… Это как раз… Прошу прощения, это же как раз самый сложный вопрос, как грамотно сформулировать этот запрос, чтобы он был точно исполнен. Может быть, есть у вас какие-то там предложения или готовые начало, зачины вот этих задач? Как поставить нейронке эту задачу, чтобы она была решена? Отвечу на этот вопрос. Смотрите, вообще в целом это целая работа. Как строиться вообще, чтобы научить нейросеть понимать вас и выдавать именно тот контент, который нужен вам? Как раз-таки это основная проблема многих, кто пытается разобраться сам. Есть готовые шаблоны, но, естественно, эти шаблоны, они приобретаются в рамках обучающих курсов. Вот, поэтому я и говорю, что если вы хотите готовое решение, то, как правило, я рекомендую идти обучаться, да, и приобретать готовое решение. Потому что этот вопрос не решается одним листочком, одним шаблоном. Это целая стратегия, которая выстраивается. Но это стратегия того стоит. Потому что потом нейросеть с вами разговаривает на одном языке. И просто задавая ей один любой вопрос, она вам выдает 100% готовое решение, которое даже не нужно поправлять. А если вы ее похвалите, так интересно происходит общение с ней. Вот я буквально вчера, когда готовила один из уроков для нашего интенсива, создавала как раз несколько продуктов для личного бренда. И она мне создавала картинки. И создала просто классные, красивые картинки. Я покажу сегодня их в презентации. И после этого я похвалилась, сказала, блин, ты такая молодец, нейросеть. На что она мне ответила, спасибо большое, я вас поняла, я теперь знаю, что вам нужно. То есть с ней общаешься как с человеком. На самом деле там такие уникальные возможности, поэтому обязательно осваивайте, применяйте ее в работе. Дорнемся к рекламе. Ну давайте, как бы, история про то, что, да, на какой-нибудь интенсив записаться и прочее. Ну многие сейчас говорят о том, что там запишитесь, купите курсы и прочее. А можно вообще просто какой-нибудь один пример, вот если вы вчера генерили картинки, просто пример запроса того, как можно сгенерить эту картинку, чтобы было понятно нашим зрителям, чтобы они вот прямо сейчас унесли какой-то небольшой кусочек пользы на эту тему. Я на следующих слайдах покажу, я вам дам готовые промпты, вы их сможете соскринить и забрать, протестировать. Давайте, мы дойдем. Отлично, я подготовила для вас сегодня будет такой контент. Просто если мы говорим про нейрокопию, это более сложный продукт, там сначала прорабатывается был же вопрос про то, как научить нейрокопии, да, это немножко другая история, здесь целый шаблон вопросов, на которые необходимо дать ответ и потом загрузить в нейросеть, она анализирует это и на основании ваших ответов она создает под вас уже готовую стратегию развития. Вот, в зависимости от задач, которые нужно решать, мы под каждую задачу даем готовый промпт. Но сегодня будут промпты, которые можно будет самостоятельно протестировать. Отлично, с нейрпериняем ждем. Да, идем дальше. Где еще можно использовать? В рекламе, здесь про маркетинговую стратегию, история, инструменты трафика, аналитика, рекламные информационные материалы, разработка офферов, картинок различных. Если мы говорим про контент, то тут создание и продвижение, посты для социальных сетей, готовые контент-планы. Если мы говорим про личный бренд, то здесь вообще можно получить готовую историю, если вы как преподаватель продвигаете себя и ведете на себя как на личный бренд ваших клиентов, или это взрослый контингент, который обучается у вас английскому, или это родители детей. И, конечно же, во многих учебных центрах иногда лицом компании, брендом является руководитель, который находится у руля. И тут, конечно же, важно продвигать себя как человека, который создал эту компанию, и вести очень интересный и увлекательный контент. И вот нейросеть может нам в этом очень сильно помочь, расписав вам детально на каждый день посты, которые необходимо выкладывать, пропишет тексты. Причем, что интересно, можно попросить ее написать в разных стилях. Вот опять же, на живом примере, вчера проводила эксперименты для своего блога, попросила нейросеть написать мне пост в различных интонациях, в различных стилях. Например, ее можно попросить написать с юмором или в стиле сварливой женщины. Тут начинается вообще такая интересная, прикольная штука, когда она начинает перефразировать фразы, как будто бы она ругается вроде как, а вроде как интересно говорит. И это добавляет такого изюма в ваш контент, когда хочется смотреть, хочется читать, потому что это что-то такое невероятно необычное, то, что привлекает внимание к вам, как к спикеру, как к эксперту. Поэтому вот эти вот моменты нужно и важно пользоваться. Это будет отличать вас кардинально от всех других. И, конечно же, в продажах. Обучение образовательным аспектам, написание скриптов, написание чек-листов, создание обучающей базы знаний. Но тут, опять же, надо правильно задавать задачу и промп. И тут, если говорить из личного примера, у нас ранее, так как компания все-таки работает более 10 лет на рынке, у нас были проработаны свои скрипты. Но когда я пришла в систему нейросети, решила проэкспериментировать и поставить ей задачу разработать скрипт продаж с отработкой возражений для наших клиентов. Это что-то просто невероятное, друзья мои, потому что она мне дала готовое решение полностью всех скриптов с отработкой возражений, то, на что мы потратили свое время недели. Когда я нанимала руководителя отдела продаж, мы писали неделями скрипты, чтобы правильно их проработать. А потом еще и переделывали, потому что они не работали. А сейчас просто 3 секунды вашего времени при правильном запросе вы получаете готовое решение, и вам не нужен руководитель отдела продаж, который будет тратить на это время, а он просто возьмет это готовое решение и пойдет его реализовывать, обучая ваших сотрудников. Вот. Вот в этом вся нейросеть, что она вам настолько экономит время и дает готовое решение, что это просто невероятно. Нейрокопирайтинг. Здесь как раз таки хотелось бы обратить внимание на одну из историй, так как у нас сейчас в чате находятся преподаватели, правильно понимаю, большинство у нас педагоги английского языка. Преимущественно, да, но наверняка к нам заглянули и фрилансеры, которые считают бизнесмены, и руководители языковых центров нас впоследствии тоже могут усмотреть. Преподаватели у нас занимаются продажами? Если мы говорим про фрилансеров, то, конечно же, они занимаются продажей своих услуг, и наверняка им создание контента с помощью нейросетей будет полезным. Давайте расскажем, как же это сделать, и что они могут сделать в рамках нейросетей? Я почему задала этот вопрос, потому что я хотела бы подсветить как раз-таки преподавателям-фрилансерам, ну и в целом всем преподавателям, которые когда-нибудь столкнутся с этапом продаж, помимо методических материалов. я знаю, я знаю, что многие преподаватели как раз-таки особо уделяют внимание качеству образовательных программ, так? Нам важно, чтобы наш контент был безумно классный, интересный, чтобы он давал результат, давал пользу и обучал правильно, хорошо наших учеников. И, конечно же, большинство из вас акцентирует свое внимание на создании продуктовой линейки. Вот, если мы говорим с точки зрения все-таки продаж и продвижения как услуг обучения английского или себя как эксперта, то тут важно, конечно же, вот мы тут привели одну из примеров одной из историй, когда приходят к нам на наставничество руководителей учебных центров, которые ведут бизнес-сфере образования и при этом очень сильно зацикливаются как раз-таки на образовательном продукте. Это важно, это нужно, но главное не забывать еще и про системный маркетинг и про продажи, которые приводят нам клиентов. Вот об этом важно помнить при использовании нейросети, в том числе использовать ее на все 100 для привлечения ваших клиентов. И тут нам может помочь как раз-таки контент для социальных сетей, который будет попадать в боли ваших клиентов, когда вы пишете пост таким образом, что он задевает те важные аспекты, которые важны именно для вашей целевой аудитории. Оферы, которые цепляют вашу аудиторию и привлекают для того, чтобы клиенты хотели прийти именно к вам и купить вашу услугу английского языка. Сценарии для уроков, написание сценариев для видео, статьи, чек-листы, материалы для уроков, готовые презентации, ну и, конечно же, готовые тексты для рассылок. Если вы используете родительские чаты, то здесь вообще уникальная возможность. Не нужно ничего выдумывать и тратить время, вы просто пишите одно предложение нейросети, получаете готовое сообщение для родителей о каком-либо мероприятии, которое вы планируете. К примеру, открытые уроки или тестовые уроки или окончание учебного года. То, что важно и актуально. Вот сейчас можно посмотреть визуальный контент. К примеру, вот все, что вы сейчас видите, сгенерировано нейросетью за 3 секунды времени. Вот только представьте на секунду ранее потребовался бы дизайнер, чтобы адресовать одну из этих картинок. Вот первая картинка из социальной сети это, ну, скажем так, разбавить контент, просто дали по запросу нейросети создай мне картинку, в которой человек общается с роботом. Вот то, что сгенерировала у нас нейросеть, готовая картинка. Головоломки. Если мы говорим про разработку методических материалов по вашему профилю, здесь был задан формат промпта создай головоломку на тему животные, окружающий мир, там, с микрофауной и так далее. Такое-то количество должно быть слов расположено по вертикали, такое-то по горизонтали. Она должна составлять из такой-то цветовой гаммы и так далее. То есть, чем детальнее вы даете запрос, тем детальнее вы получаете в ответ готовое решение. Вот пример как раз эксперимента моего вчерашних карточек для английского языка. Обратите внимание, вот зебра, слон и жираф. Вчера я как раз когда готовилась к презентации с вами, просто ради интереса думаю, дам запрос сейчас с нейросети создать мне карточки. У вас же много различных тематик, правильно, и много различных игр может использоваться на английском языке. Вот как раз я поставила задачу нейросети разработай мне игру для детей от 5 до 6 лет на тему животные на английском языке с применением карточек и визуального контента. Мне нейросеть выдала готовый сценарий игры и под этим сценарием были предложены варианты готовых разработанных шаблонов карточек с подписью на английском языке. То есть далее вы их просто выгружаете даете в типографию печатаете и используете для работы. Ну согласитесь. Да, только важный момент надо сначала проверить насколько правильно слова написаны потому что нейросеть нас тут немножко обманула подпись и картинка не совсем корректные получились. Возможно. Но для этого вы и должны давать ей так как я не занимаюсь английским о чем я сейчас и говорю вот тут живой пример если тут есть ошибки соответственно я ее не обучала это правильно делать это было как бы экспромтом быстро в качестве примера если вы загрузите ей свою нейрокопию она уже будет четко считывать вас и понимать что вам давать без ошибок. Ну в любом случае она учится. Вы говорите что прям сгенерировать целую игру и это карточки к ней. Да. Если у вас где-то эта игра сохранилась мне кажется нашим зрителям было бы очень важно узнать что там что там получилось в конечном итоге. Там был предложен как сказать прописанный контент план как в нее играть что возьмите это сделайте это предложите детям вот это дальше возьмите карточки покажите расскажите то есть пошаговый план действий. Хорошо. Татьяна еще такой маленький момент прежде чем мы дальше продолжим я знаю что там еще много полезного контента но поскольку мы стараемся наши эфиры держать в пределах 45 минут давайте мы с вами попробуем в 7 минут ложиться да чуть-чуть динамики дадим поняла значит обращаю внимание на фотоконтент для экспертов которым важно показывать себя вот первые две первая и третья фотография это просто фотографии сделанные на фотоаппарат и вторая и четвертая на основании этих фотографий сгенерированной нейросетью обратите внимание что вам сейчас если вы хотите быстро обновить свою фотосессию для социальных сетей не нужно делать заново какую-то фотосессию заказывать ее где-то в студии достаточно вашего один раз сфотографированного красивого лица под который вы уже подбираете стиль классический современный спортивный и нейросеть оденет вас в необходимый костюм подберет вам классную прическу добавит вам необходимые атрибуты в руки и вы используете это для продвижения так идем дальше перескочила немножко ускоряемся значит какие еще инструменты можно использовать для автоматизированной воронки то есть разработать стратегию создать продукт запустить процесс и привлечь клиентов и вот тут сейчас на этом слайде приведены примеры промптов сейчас можно сфотографировать экран потому что здесь мы дали вам готовые запросы которые взят забив их в нейросеть вы получите готовое решение правильные ответы под них к примеру промпт разработай стратегию запуска воронки по привлечению целевой аудитории родителей через социальные сети но здесь нужно будет единственное что добавить для какого возраста или к примеру создать продукт промпт создай информационный продукт который будет интересен моей целевой аудитории например короткое обучающее видео методических обучениях детей или краткое руководство по игровому развитию промпт по контенту план для моего продукта который будет интересен моей ЦА и привлечение клиентов разработай пост для социальных сетей для моей целевой аудитории цель такая-то заголовок поста такой-то забирайте сейчас готовые инструменты пробуйте тестируйте и как раз увидеть какой будет результат идем дальше могу перелистывать да конечно же я думаю что если что мы обязательно поделимся еще промптами с участниками что еще где можно использовать нейросети обратите внимание сейчас привела подборку нейросетей с левой стороны нейросети для создания изображения анимации забирайте себе в копилку пожалуйста чат gp4 дель маджорни кандинский и шедевром это те нейросети которые работают с видео из анимации с соцсетями с контентом и со всем то есть вот отсканируйте сфотографируйте пробуйте работать в них часть из них платная часть бесплатная в любом случае ищите для себя инструменты которые подойдут именно вам под ваши задачи вот примеры презентации да как вариант мгновенно создает материалы презентации экономит ваше время ресурсы тоже в правом углу нейросети для создания презентации для кому важно быстро качественно классные презентации гамма и випик если правильно прочитала наверное тоже фотографируйте забирайте так и развитие личного бренда здесь вообще достаточно много инструментов здесь вы получаете готовый контент персонализированный под вас здесь нейросеть вам поможет найти тренды для контента что самое классное для личного бренда вот смотрите на сегодняшний день есть очень много блогеров которые выходят в топ и не всегда понятно каким образом это сделать нейросеть при правильном запросе может помочь вам вывести ваши какие-то инструменты ваши видео ваши посты ваш контент в топ то есть вы даете ей запрос создай мне к примеру пост который набрал наибольшее количество там лайков возьми за пример то-то 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 и сделай мне то же самое и на выходе вы получаете приблизительно аналогичный контент который вы используете у себя и он начинает давать вам подобный результат конечно же этому нужно учиться возможно это не сразу получится но это возможно это реально пробуйте тестируйте и внедряйте у себя эти инструменты и на основе этих данных можно скорректировать стратегию продвижения сделать акцент на наиболее востребованных аспектах и улучшить взаимодействие с вашей аудиторией сделать ваш контент невероятно уникальным который будет отличать вас от других ну и собственно наша презентация подошла к концу я надеюсь я вложилась по времени пожалуйста друзья забирайте бонусы бесплатный доступ к модулю интенсива нейросеть для бизнеса у вас сейчас QR-код есть на экране сканируйте и там вы получите доступ к бесплатным ресурсам это вводный урок применения нейросети в бизнесе что такое GPT-чат какие функции какие возможности промпты и как правильно писать запросы тот вопрос который был сегодня пожалуйста мы вам даем эту информацию забирайте пользуйтесь применяйте внедряйте и бонусный файл также по QR-коду список топовых нейросетей спасибо Татьяна вы много полезной информации дали мы обязательно все нашим участникам дорогим передадим еще и весь список сетей полезных нейросетей которые вы указали в презентации я думаю что тоже участникам будет полезно узнать и воспользоваться этим в общем из сегодняшнего насыщенного прямого эфира с двумя замечательными спикерами я надеюсь что вы поняли что это целый маркетинговый штат в вашем небольшом бизнесе который будет помогать вам развиваться и соответственно достигать классных результатов вне зависимости от того что вы хотите создать контент полезный или может быть контент который поможет вам продвинуться в социальных сетях Татьяна большое спасибо что согласились принять участие поделились своими полезными материалами спасибо вам дорогие слушатели что были с нами на протяжении 45 минут в нынешнее время это героическое фокусировка внимания и до скорых встреч увидимся с вами на тренде AI Day 31 марта и соответственно обязательно еще у нас будет несколько прямых эфиров на которых мы тоже будем делиться полезным контентом с вами еще раз спасибо дорогим спикерам Светлане и Татьяне и до скорых встреч до свидания